Рекомендую проверенный ресурс МД Регион. Ежедневные новости из мира поиска, тесты, обзоры, конкурсы с отличными призами. Плюс интернет-магазин с внушительным ассортиментом поисковой техники на любой вкус и цвет. Кроме того, интернет-магазин предоставляет огромный выбор катушек, запчастей и аксессуаров для поисковой техники любого производителя. Более 100 магазинов по всей России и Казахстану. Если ты хочешь приобрести надежный проверенный товар отличного качества, то вам в МД Регион и ни один клад от вас не ускользнет. Всех приветствую, друзья. И кто? Первый день на канале. Остановился у придорожного кафе. Можно отдохнуть, попить чайку, посмотреть телевизор, перекусить и ехать дальше. Интересно, у нас тут местечко стоит на дороге. Поехал я сегодня забрать железо. Вчера копал, осталось железо крупногабаритное. Взял тачечку с собой, заберу. Только с города приехал, время 2 часа дня. В 4 будет темнать. Не знаю, если успею, покопаю. Не успею, просто железо заберу, покажу вам. Даже на лайв-канал бложек некогда пилить. Что-то целыми днями на копах пропадаю. Сейчас железо еще копаю. Вообще интересно. Времени ни на что нет. Ездил в город, с утра сейчас приехал. Думаю, поеду. Пока погода есть. Завтра дожди обещают. Сейчас попью чайку в кафешке местной. Нормальная кафешка такая у нас. Все останавливаются, если что. Заезжайте. Цены невысокие. Каналов много. Ладно, поехали. Что будет интересно, покажу. Погнали. Первая деревня. Сейчас забрал здесь. В тот раз забыли. Крышку от самовара. Ну, мелочевку тут всякую забрал. Сейчас поедем большое. Оно там вот, в кустах. Пробежимся здесь еще немножечко. Время есть. Потом поедем во вторую деревню. Там еще вторая. Тоже большая. Не знаю, ролик видите, не видели. Где я там копал. Этот мы с Юлькой здесь копали. Тоже, не знаю, показал, не показал еще, наверное. Смотрим, в общем. Сейчас я вверх поднимусь туда, подъеду. Закидаю, покажу все. Приехали. Забрал большое железо. Сейчас покопаем здесь. Здесь двор стоял. Походим чуть-чуть. Время еще есть. Часик можно пробежаться. Потом поедем на другую деревню. О, здесь так скрипит все. Жуткие места. Жутко опасные. Посмотрим, что сейчас найдем. Сейчас я подготовлю все металлоискатель. И приступим. Он богатый. Вот здесь мы с Юлькой копались. Хорошие находки здесь были. Только включил металлоискатель и сразу же предметы домашнего быта. Серп и молот отправляется в зенит. Посмотрим. Может, монеты найду? Здесь мы вот не ходили. Там все копал. Там еще есть. Сейчас тоже здесь покопаюсь. Далеко не буду, бегать времени нет. Здесь только походим. В этой же ямке, где серп. Смотрите, монета пробита. Снайпера опять в меткости соревновались. Из крупнокалиберного оружия. Ох-охо. Вот так-так. Там дерево так скрипит. Ужасно. Как камеру на него навяжу, так и не скрипит. Дверка русскую печку закрывала. Главный потопок у меня в обушке такой тоже был. Выкинул. Так, железо есть. Накапывается потихоньку. Но пока ничего интересного. Посмотрим дальше. А, Витя, не бегаю. Потихонечку иду. Монетос. В тот раз пропустил. Вон моя яма. Этот фундамент раскребал. Целый день я тут крутился. Никогда не выбить. Никакое место. Все равно находки будут. В любом случае. Вопрос в количестве, конечно, и в размере. Но все равно. 62-й год. Ну, копеечка. Рухло. Опять ключ выпал. Везет мне на этих ключиках. Смотри, я его. Кабуратино. От сундуков деньги лежат. Золотишко. Покажу вам на собственном примере, какие бывают случаи в жизни. Смотри. Первая ямочка. Да, у меня пробка это алюминиевая выпала. Советская пивная. Рядом еще сигнал. Обычно уже плюешь и идешь думаешь да нахер, опять пробка. Точно такой же сигнал высокий. Опачка. Копнул. А тут маня тасса. Обычно люди проходят. Копеечка. 1853. Вот так рядом с пивной пробкой. Николай второй опять, да? Нет, Николай первый. Сохранчик бодренький. Сейчас цену глянем. Вот так вот. Рядом с пробкой. Зараза. Думаю, опять пробка. Думаю, ну ладно. А я обычно мусор убираю весь, потому что видите, не первый раз сюда приезжаю. Кто-то сказал, что яму не закопаю. Так тут бесполезно закопать. Я на этих же ямах обратно выкопаю. Я еще, потому что здесь не закончил. Потом уже ногой миг запинул, выхожу, когда выравню. Тут у меня процесс идет еще. И соответственно, вот такие дела. Ладно, все посмотрим. В общем, 53-й год, копейка. У меня двор не видно. Вот здесь двор должен быть. А так они у нас две разнообразные видности ЕМ и ВМ. От 80 долларов и 7 долларов стоят. Ладно, берем. Так, где серебро? Интересно. Где золото? Еще маленький монитос. 5 копеек, походу, советская, судя по звуку. Да, да. Сейчас вот посмотрим. 65-й. 1965-й. Все на одном месте. Кручусь, кручусь. Сигналы, сигналы. Деревня была здоровенная. В общем, тут копать, не перекопать. О, гнездышко. Так. Еще, еще чуть-чуть и свалю. Сейчас еще, потому что на одну деревню там далеко надо заехать. Давайте еще минут 20 и поедем дальше. В тот раз с Юлькой там нашел колокольчик. на этой куче. Тут рядышком, смотри. Опачка. Еще колокольчик один. Хо-хо-хо. Колокольчик, ребята, целый. два колокольчика на этом фундаменте поднял. Вот это, да. Коллекция скоро будет. Колокольчиков. Блин. Столько тут сигналов. Кучки вон, видно. То ли трактором ровняли. В общем, и надо ехать, ребята. Уже солнце заходит, а мне еще надо заруливать километров 15 в одну деревушку за железом. До кучи уж тачку взял, зафернуть заеду. Блин, а так оторваться невозможно. Здесь, походу, колодец был. Здесь дома рядом стоял. Там дом. Здесь тоже куча кирпичей. Здесь, походу, вторая печка стояла. Дом большой был, отопливался. Здоровый. Ну, ладно. Думаю, успеем еще покопать число. Сегодня 17 октября. До ноября еще снега не будет. По колено. Хотя, как знать. В этой же яме с колокольчиком часть серпа. Смотрите, какая мотыга немецкая. Восстановить и можно по дорогам и по трудным ходим вот такую с собой возить. Забираем под восстановление вещь. Вещь. Хух. Я пока сюда все складываю в мелкое железо. Чтобы в кузов не таскать постоянно. Здесь, тут части ножей всякая херня. Что-то железячки. Тоже заберем. так, так, так. Все, из этажа яму достаю. Подседальник или подседельник. Сюда, в общем, ремни вожжи проявались. на эту конскую упряжь. Цведь медь под корнем лежала. Корень здоровый. Вырубал сейчас. вырубил фискарем. Смотрите. От колокольчика нашел язычок. Вот она, ушко от колокольчика огнившая. Это висело. и сам язычок, который стучал. У меня, я думаю, между прочим, есть такой уже один. Такой, чуть побольше. Вот так они выглядели. Берлиома. металлолома мелкого, но кованого много. Скобы, петли, всякие эти штучки. Все пока в кучу складываю. Там закинем. С собой. Копаю еще пока. Все, железо я здесь забрал. Солнце, кладинца, к закату. Сейчас едем еще на одну деревню. Чайка сейчас только. Только сейчас чайка попью и все. С бутиком у меня кекс есть с маслом. Так, здесь нормально вообще. Четенько полностью. И сейчас туда приедем, если погода будет. Я сегодня утром завтракал и елку откусил. И зуб передний сломал. Позвонил к зубному. Говорю, надо наплавлять. А я говорю, да ладно, сделаем. 24-го еду. К зубному. Блин, откусил вилку. Вот какой голодный был. Уж зуб сломал. Без согласия. Ладно, сейчас доедем. Там еще закидаем. Все, посмотрим по времени, Все, может, поищем. Вот здесь сейчас деревня наша была. Там деревня. Потом вот здесь в низине была деревня. Так, где у нас вышка? Вот там Димова, Сваговщина живет. Дальше. Вон деревня тоже. Здесь Екатерининские деньги я находил. Весной сюда еще заедем. Это деревня, где разбойники. Помните? Дедок висел на канале у меня. Поездка к разбойникам. Посмотрите. Давно-давно снималась вот в этой деревне. Дальше. Смотрите. Храм разрушенный. Здесь мы летали как-то. Сейчас там прибирается. Не знаю, кто тут. Народу нет. Мы сейчас туда пойдем дальше. В лес. Красотень здесь у нас, ребята. Даже глубокая осень. Но тот-то умеет ценить, правда. Не для всех. Смотрите. Все, приехал. Солнце уже зашло. О, мои вчерашние железяки от немецкого тигра. Каток. Ступица от старинной телеги. В общем, железяки сейчас заберу. Не в лезвие, не просто в кофр. И все. Потом еще приедем сюда покопать. О, сейчас и этого. Сову увидел. Здоровая летит. С темн на лозах. Редко они на глаза попадаются. Днем вообще их не видно. Камера чувствительная, хорошо. А так уже все, сумерки. Итак, сегодняшний наш улов чермет. Без монет не остались, как обычно. Колокольчик, ключи тут. Кампал сумки. У меня еще всякого барахла. Не стал доставать. Цветного. Такое, что попалось. И все. Покопали вообще мало. Чего я уехал? Три часа третьим. Вот такой сегодня уезд. Думал, не успею. Вот так. Смотрите, даже покопал чуть-чуть, да? Интересно. Город съездил, покопал, свистящий жубы убил. Ага, прямо впереди ползуба свистящего. Шип и лявлю. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Сюда вот я еще приеду здесь. О, копать не перекопать здесь нормально, пока снега не будет. Там вот копать не перекопать еще ни на один год. Хорошо, хорошо. Находки есть и железо, как видите, есть. Бензинчик окупается. Все, всем пока. Лайки, комментарии пишите. Мы продолжаем снимать. Радовайтесь в своем виде. Всем пока. Я домой. Темнает.